Я хочу рассказать про своего дедушку, который воевал на войне. Мой прадедушка, Корецкий Анатолий, был разведчиком. Когда он уходил с задания ночью, его заметили фашисты и начали обстрел. Мой прадедушка был художником. Он засмотрелся на пули, которая светится, и в него попала одна пуля в сердце. Было очень сложное ранение, но ему, маме сказали, что он погиб. Но врачи смогли вылечить его, и он вернулся на свою родину, и все обрадовались. Мой прадедушка Горсененко Алексей Антонович родился в городе Таганроге, в Ростовской области. Когда началась война в 1941 году, ему было 37 лет. Уже в августе 1941 года он пошел воевать. Он обеспечивал батальонной связью. Уже в ноябре 1941 года прадедушка получил медаль за отвагу. Он ее получил за то, что при наступлении врага смогли вместе с его помощниками смотать быстро провода телефонов и забрать коммутатор. Тем самым спасли нужное им оружие. В январе 1945 года прадедушка с солдатами-офицерами в аваль под городом Варшава и в Польше. В очень тяжелые бои. При прорыве обороны немцев под сильным огнем прадедушка смог восстановить 7 порывов телефонной сети. Был ранен, но поле боя не покинул. За этот подвиг прадедушку наградили орденом славы третьей степени. После ранения прапрадедушка дальше продолжил воевать и вместе с советской армией дошел до города Берлина. Там были тоже очень ожесточенные бои. Прапрадедушка был снова ранен, но не сдался и вместе с советской армией поборол фашизм. В мае 1945 года мой прапрадедушка был награжден медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Когда дедушка вернулся домой, на кителе было много орденов и медалей. Мой дедушка получил сильные ранения на войне. От ранений у него остались осколки в спине и ногах. Сильные боли напоминали до конца жизни дедушки о его подвиге. В декабре 1973 года прапрадедушки не стало. Я очень горжусь, что мой прапрадедушка внес такой вклад в нашу победу. В нашей семье никогда не забудут нашего героя семьи. И всех тех, кто сражался с фашистами и победил. Мой прапрадед, Ложечка Тихон Иванович, родился в 1899 году. Он жил в Краснодарском крае, в станице Кучевская. И когда началась война, он пошел защищать нашу родину. 7 октября 1943 года он получил орден Красной Звезды. За то, что в бою за населенный пункт Сентная, он один из первых ворвался в город с огнем автоматов и гранатами, уничтожал отступающих немцев. Он лично уничтожил 6 фашистов. Он был тяжело ранен, но не отступал и помогал своим товарищам. Еще мой прапрадед получил медаль за отвагу. За то, что он в битве за город Новороссийск, действие в 341-м стрелковом полку отражало контрнаступление противников. Я горжусь своим прадедом за то, что он героически сражался в Великой Отечественной войне. Я благодарен ему и всем тем, кто победил фашизм. О войне я знаю мало, но знаю то, что наши воины сражались ради победы. И в холод и в жару, и днем, и ночью они сражались. Моя бабушка часто мне рассказывала о моем дедушке Ванжула Гаврила Васильевича. Он принимал участие в освобождении Украины, Польши, Чехословакии, Кавказа и Венгрии. Он также служил в концразведке СМЕРШ, что обозначало смерть шпионом. Он получил награду за двоевые заслуги 31 октября 1943 года. Когда я смотрю на фотографии своего дедушки, я вспоминаю, как он делал добрые поступки ради нас, ради меня и ради нашей Родины. И был делать такие же поступки, как и он. Война – очень страшная вещь. В ней воевали наши отцы и деды. И сегодня я расскажу о моем прадедушке Романе Захаровиче Матвиенко. В бою с 5 на 6 марта 1943 года. Вместе с шестью своими товарищами он проник в немецкие траншеи. Там был сильно ранен в ногу. Но, несмотря на это, он не ушел с поля боя. А проникнув немецкому дзоту, он подорвал его гранатами. А оставшихся немцев расстрелял с автомата. А одного взял в плен и доставил командиру. А тот доставил им очень ценные сведения. В итоге его наградили орденом Отечественной войны первой степени. После ранения в ногу его комиссовали. И отправили в родную страницу Челбасскую. Там его назначили начальником почты. И уже в мирное время его наградили орденом за трудовую доблесть. Мой прапрадедушка Бондаренко Петр Иванович ушел в первые дни на Великую Отечественную войну со своими двумя сыновьями. Он имел награды за взятие Бухареста, за отвагу, за взятие Софии, за оборону Сталинграда. И также был награжден орденом Красной Звезды. Мой прапрадедушка попал в плен под Мариуполем. И бежал, нагнав советские войска, с которыми он дошел до Сталинграда, где участвовал в его обороне. Война с Германией для дедушки закончилась в Болгарии. После чего его отправили на Дальний Восток воевать с Японией, где он практически сразу попал под танк. Но остался жив. К моменту выписки из госпиталя война уже кончилась. И мой прапрадедушка Бондаренко Петр Иванович вернулся домой, в хутор Ломакина Ростовской области. 78 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Но в многих семьях хранят в сердце боль и скорбь, которые принесла война. А также радость победы. Среди них был мой дедушка Абдурахманов Виесал-Зафар-Углы. В составе 416-й азербайджанской дивизии его боевой путь начался с Моздока. Он освобождал Северный Кавказ, Ростовскую область и наш город Таганрог. За освобождение Таганрога дивизия получила звание Таганрогской. А мой прадед с дивизии дошел до Берлина. Теперь моя семья живет в Таганроге. И мы очень гордимся, что мой прадед освобождал этот город. Мой прадед старший лейтенант Александр Яковлевич Манжола. Пошел с 1908 года рождения. Пошел через 3 месяца после начала Великой Отечественной войны. В Таганроге он оставил сына Александра один год и жену Веру Дмитриевну. Мой прадед смело и честно прошел через дороги войны. От Ярославля до Чехословакии, где Геройский погиб. 7 октября 1944 года. Мой прадед был герой. За форсирование Днепра был награжден Орденом Красной Звезды. Вся моя семья гордится им. Когда я вырасту, стану на защиту России. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...